Почему? Сегодня я смотрел, нечаянно у меня выдало, нечаянно выдало, видно кто-то дома смотрел из детей, нечаянно выдало вот тему популярной музыки. Ведь всегда популярная музыка, она влияла на людей. Давайте вспомним 30-е года, какие были песни. Нам песни строить, жизнь помогает, она всегда нас ведет и зовет, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. О чем песня? Она говорит о том, что человек должен двигаться вперед, не страдать, о том, что его это к чему-нибудь приведет, у него появился стимул и так далее. Далее, потом были песни, которые пел, допустим, Антонов или Гнатюк, птица счастья, завтрашнего дня выбери меня, выбери мотивация, вера в то, что все будет хорошо. Песни о любви в фильме, допустим, служебный романс, там, которые говорили, и вообще служебный романс, или песни, или те фильмы, где не было малолеток, которые с накачанными губами и сисяндрами, там, соблазняют кого-то за деньги и так далее. Там были люди, которые ходят на работу, которым за 40 лет, которые находят в себя силы, несмотря ни на что, создать семью, несмотря на то, что она руководитель, а он обычный подчиненный, но между ними вспышка и любовь. И там рассказывается о том, что не нужно предавать любовь, даже если она старая, что есть какие-то этические соображения. Мир, в котором мы жили, он был прекрасный, понимаете, и сейчас. Тогда была идеология, это идеология и вера, что все справедливо, что все честно. А сейчас вот я посмотрел на то, что есть. Вот смотрите, популяризация гомосексуализма, популяризация проституции, популяризация, вот, допустим, самый популярный сейчас популяризатор, там, это Моргенштерн, допустим, посмотреть на этого мальчика. И я посмотрел песню, которая вышла 5 июня, там я посчитал, слово «фак», что в переводе на русский язык обозначает то, что написано на заборе, произносится на протяжении всей песни больше 79 раз. А если точнее, 76. Тем самым, я хочу вам сказать, что это прямая угроза, прямая угроза тем детям, которые живут. И все же на него равняются. Они хотят много денег, они хотят всех посылать, они хотят быть агрессивными, они хотят красить ногти, они хотят... А это же все элемент безверия. Почему он произошел и почему так все сейчас работает? Я вам вчера рассказывал, с одной стороны бюрократическая подушка, им нужно кормиться, а с другой стороны люди, которые должны противостоять. И мир создает Моргенштерна, который убирает у этих людей возможность веры, возможность нормального существования, который говорит, что единственный метод это обдолбаться, унюхаться, забухать, кого-нибудь убить, объединиться, отобрать. То есть это фактически эволюционная модель построения сценария насилия, которая будет развиваться по моделированию идеологии, которая в свое время была в Чили, Перу, где с одной стороны очень богатые люди, а с другой стороны классы и наркокартели, которые бесконечно воюют друг с другом. С огромным количеством массы, которые и одна и другая система пытается всячески донимать, эксплуатировать, уничтожать и так далее. Да, это та модель, которая формируется, за счет он сам этого не понимает. Но то, что это хавают, как раз говорит о этой модели. Почему я это говорю? Эта музыка уже существовала. Она существовала в Чили, она существовала в Перу и она существовала до момента того, когда система точно так же развивалась. Были люди, которые были довольны, были те, кто на кого-то работал, все как-то мирились между собой. Бюрократическая система росла, она налогами уничтожала людей и начали появляться музыка, противостоящая этой системе, так как цензуры не было. С другой стороны начали появляться люди, которым нужно было закинуться, которым нужно было уколоться, контролировать наркопритоны, контролировать порно, контролировать свободных женщин. Там делали из этого, делали гомосексуальных людей, делали из этого купи-продайную систему. И сейчас с одной стороны наркокартели, с другой стороны картели людей, которые у власти воруют, с другой стороны эти несчастные люди, которые еле там выживают между огнем и между небом и землей. Пытаются как-то выживать там и так далее. Ну вот это наш сценарий. Я когда-то говорил уже несколько лет назад, мы живем по мексиканскому сценарию. То есть у нас все для того, чтобы это произошло. И мы единственные, кто может это изменить. Мы, ученики школы Кайлас, люди, участвующие в РТЕ. Минусы этого всего. Минусы уже есть. Вы просто видите только внешнее участие. Есть еще внутреннее. Это когда там закрывают счета, когда там экономически как-то влияют на нашу школу. Вы просто не знаете этого всего. А это есть. Потому что сподвижники и те люди, которые хотят что-либо сделать в этом мире, они всегда являлись теми людьми, которые не нравились никому. Никто не хочет эту правду слушать. Потому что сейчас нужно говорить о том, что вот этих огромную систему этих народных депутатов, этих всех служителей Фемиды и служителей всей вот этой вот фигни, их нужно сократить в 50 раз. Оставить их там, я не знаю, 300 человек, чтобы управляли страной. А всех остальных убрать вообще нахрен, чтобы их даже не было. И после этого оставить только там исполнительные какие-то руки и их не сокращать. Потому что у нас управленцев вот столько, милиции вот столько, а людей, которые это все оплачивают вот столько. И получается, а должно быть наоборот. Те, кто оплачивают вот столько, а управленцев вот столько. Это же разумно, понимаете? Это же разумно. А у нас наоборот. Поэтому людям все хуже и хуже. Появляются Моргенштерны, которыми движет сила эволюции, которые говорят о том, что нужно оружие, что нужно объединяться, что нужно колоться, что нужно забирать, что нужно нападать. Они сначала маленькими будут, потом они будут большими, а потом будут картелями, потому что найдется кто-то, кто их объединит. И они будут слушать вот эту музыку. Для них это будет новым этапом их эволюционирования. Именно поэтому это и появилось. Вот так. И этим всем управляются цари, которые у власти находятся, у которых нет несовести, и которые не хотят изменять эту систему. Вот и все. Почему? Идеология. Они воры. И они люди с очень низкими тонами. Но мы с помощью серебряной волшебной палочки изменяем это все и эту традицию изменяем. Поэтому такие удивительные изменения во всем мире.